Приветствую вас! Обратите внимание на то, как вы задаете вопрос. Вы говорите, в моменты нервного возбуждения, в моменты волнения я начинаю смеяться. Как мне научиться сдерживать смех? Вы задаете вопрос про до, как научиться сдерживать смех. При этом игнорируя то, что в основе, в основе, собственно, проблемы, лежит ваше нервное возбуждение и волнение. Так не лучше ли, в каком случае, для вас будет поработать именно с тем, чтобы не испытывать нервных переживаний, чтобы, как можно меньше, например, волноваться, чтобы, как можно меньше, например, переживать и так далее. Вы так не считаете? Не считаете ли вы, что имеет смысл рассмотреть то, как получается такая история, такая ситуация, что вы оказываетесь во власти нервного возбуждения, во власти волнения. Ведь если вы будете более эмоционально устойчивы, то и смеха не будет. Таким образом, мне кажется, что вы здесь немножечко не с той стороны подошли к вопросу. Мне кажется, что если смотреть в корень проблемы, ситуация вырисовывается гораздо более, ну, гораздо более, я бы сказал, понятная что ли. Это первое. Второе. То, что я хочу вам сказать. Это то, что смех – это способ разрядки. То есть, когда вы смеетесь, вы разряжаетесь. Таким образом. Иными словами, если бы вы не смеялись, когда вы испытываете нервное напряжение, то вам было бы хуже. И вполне вероятно, что в этом случае у вас были бы более ярко выражены некие, некоторые заболевания, которые, ну, которых сейчас у вас нет. Поэтому смех вам нужен. Смех помогает вам не переживать, не испытывать чего-то более сложного, чего-то более серьезного. И посему именно смех побаривать не нужно. Вот сделать себя более эмоционально устойчиво – это вполне себе возможно. Чтобы было меньше вещей, которые могут вас, ну, например, выводить из себя. Или, например, заставлять переживать. Вот. Такая вот история и такой, соответственно, я думаю, можно вам дать ответ на вопрос, который вы задаете. Также хотелось бы отметить, что людей нельзя судить по себе. То есть если вы говорите, что вы бы не стали смеяться с человеком, вы бы не стали общаться с человеком, который долго смеется или смеется больше, чем того, чем предполагает рамки приличия, это не значит, что другие люди будут делать так. Да и само понимание рамок приличия тоже очень дифференцируется. То есть каждый человек по-разному, по-своему это все воспринимает. Так что, на мой взгляд, здесь вам имеет смысл также несколько расширить свою позицию, также несколько расширить свое восприятие, расширить свой взгляд на эти вещи. Вот. И, соответственно, не судить людей по себе. Хотя это, безусловно, бывает не просто, это, безусловно, бывает достаточно тяжело, но, тем не менее. Кроме того, зная, что вы можете смеяться немножко больше и, соответственно, будучи вынуждены пока что, принимать то, что происходит, то есть то, что вот есть, ну, то, что есть в вас сейчас. Я полагаю, что вы можете достаточно легко и толерантно относиться к таким же особенностям других людей. Я не соглашусь с вами в том, что это недосяток, то, что вы смеетесь больше, чем, что вот требуют рамки приличия. Я бы сказал, что это ваша особенность. И ваш смех совершенно точно не несет никакого вреда другим людям. Ну, кроме только тех моментов, когда человек сам воспринимает смех как что-то оскорбительное, но здесь вы ответственности никакого за людей не несете. За людей и за их оценку, за их восприятие и так далее. Поэтому, мне кажется, что вот это вот ваше обращение внимания на оценку, ну, не самый лучший расклад. Вот, потому что, так вы растаряетесь в других, по сути, людях и меньше, например, думаете о себе. Так что, Кэрри, я думаю, так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я искренне надеюсь, что вы сделаете выводы для себя. Я искренне надеюсь, что вы... Ну, поразмыслите над тем, что, допустим, я сказал. И, возможно, тогда будете несколько по-другому, по-другому, может быть, проще относиться к тому, что происходит. Смех – это не самое плохое, что может случиться с человеком. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вы можете научить этому не только себя, но и людей, которые рядом с вами находятся. При правильном, конечно же, конструктивном подходе. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Если бы так, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Обратым.